Приветствую вас. Мне кажется, что здесь все дело выбора. То есть, если вы именно выбираете не быть замужем и именно не хотите замужества, просто вот потому что вы свободны, свободны выбирать не быть замужем, то это одно дело. Вы свободны. Если у вас нет выбора, если вы не чувствуете, что вы выбираете, если вы чувствуете, например, что боитесь или вы чувствуете, что, например, у вас есть какая-то тревога, может быть, или есть какой-то страх, например, то это немножко другое. И в таком случае, пожалуй, вам действительно нужно поработать именно со своими страхами, какими-то, может быть, мыслями, может быть, какими-то тревожными элементами. Вот. То есть, тут как бы многое зависит от именно вас, от того, как вы относитесь к тому, что не замужем. Вот. Потому что, так вот, говорить про замужество, на мой взгляд, было бы, наверное, не совсем правильно. Вот. Так вот, так, именно так говорить, мне кажется, не совсем корректно. Вот. То есть, если вы, условно говоря, хотите замуж, но боитесь или что-то еще, то это одно. Если вы не хотите замуж, исходя из своей, например, свободной волы, исходя, например, из своего осознанного решения, что, ну, замужет, вам не нужно и так далее, это другое. Понимаете? И если вам это не мешает строить отношения, понимаете, вы же говорите, что, как только вы слышите про, ну, как только вы слышите про замужество, вы сразу выходите из отношения. Это, мне кажется, выглядит как страх. Я, конечно, конечно, не знаю. Может быть, может быть, я не прав здесь. Но выглядит все вот именно, именно так, на данный момент, что вы боитесь. Или, что вы, например, хотите замуж из чистого стыда, потому что это ненормально, и ваша мама вам, вот, ну, говорила, что так нельзя, к примеру. Ну, вопрос о том, что можно, а что нельзя, да, это вот, в принципе, решается этот вопрос на индивидуальной консультации в процессе индивидуальной работы. Вот, вот, это решает. Вот так. А в основном, да нет, в основном ничего плохого в том, что вы не хотите замуж, нет. То есть вопрос здесь во многом в том, чего вы сами хотите, понимаете, вот. Вопрос в том, а счастливы вы с собой. То есть, я думаю, что вы могли бы, вот, выражаясь вашим языком, вы могли бы, побыть нашим клиентом, для побочек, чтобы разобраться в себе, и, может быть, чтобы несколько, несколько, ну, несколько лучше, может быть, себя понять. Вот. Чтобы, может быть, как-то улучшить немного свою жизнь, изменить ее, вот, чтобы, может быть, чтобы она была более такой, знаете, интересной вам, чтобы она была такой, более свободной, к вашему внутреннему состоянию. Вот. То есть, здесь речь идет исключительно о том, насколько то, что происходит, отражает ваша, вот, ну, ваша, ваша внутренняя состояния. Вот. Если. А, отражает? Вот. Если, отражает, то я не вижу. А. Особых проблем, я не вижу особых сложностей, вот. Но если есть проблема для вас в этом, если есть для вас проблема, то, на мой взгляд, конечно, имеет смысл на это обратить внимание, но не с целью, что важно, не с целью, чтобы вы вышли замуж, вот. А с целью лучше понять себя. Мне кажется, что выходить замуж не будет. Это было бы немного странно, как вы понимаете. Вот, может быть, начать стоит с того, как складывались ваши отношения с мамой и, может быть, начать стоит с ваших обидений или каких-то претензий или каких-то конфликтов, что, вот, ну, так или иначе, связаны с этим. Вот. А, ну, тут вопрос исключительно, вот, в ваших ощущениях. Вот. Я бы так сказал, по крайней мере. Я бы, я бы так, ну, я бы так к этому относился бы, вот. Другой вопрос, другой вопрос, чего хочется вам, вот. Если вы разбираетесь в том, чего вам хочется, вот, то все в порядке и никаких проблем нет. Вот. Если замужества нету, чего вы хотите, то и не надо. Вот. Так что этот вопрос исключительно исследованный. То есть, ну, как бы, как бы я сделал, да, я бы, я бы взял, а, я бы взял, а, несколько, вот, консультаций, да, и посмотрел бы, а, на свои ощущения. Вот. Свободные, не свободные в, а, ну, вот, в, допустим, в своем решении не выходить замуж, например. Вот. Если свободно, хорошо, супер, прекрасно, никаких проблем нет. Если не свободно, то тут уже нужно смотреть. Тут уже нужно смотреть. Тут уже нужно смотреть. Тут уже нужно смотреть что и как. Потому что любые ограничения, они ведут к проблемам, к сложностям. Вот. И, собственно, к различного вида, к различным формам неудовлетворенности. Вот. Я бы так сказал, отвечая на ваш вопрос. То есть вот так вот по, ну, по одному только вот такому вопросу, наверное, ответить сложно. Да и отвечать, на самом деле, не нужно, как мне кажется. Потому что вам самой предстоит найти ответ на этот вопрос. А психолог, он вам может только помочь в этом разобраться. И разберетесь вы это, вы в этом разберетесь именно в процессе разговора. Вот. Как мне. Как мне кажется. Вот. вам, эээ, ну, эээ, на это ответить. Вот. Вот, эээ, пожалуй, что и всё, наверное. Больше пока, эээ, больше пока сказать нечего. Потому что нужно, эээ, с вами работать, нужно с вами поговорить, пообщаться. Чтобы понять, эээ, всю предоплеку и весь контекст ситуации. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго. Удачи.